всем привет меня зовут екатерина дзюба я рада приветствовать здесь всех участников и поздравить всех осознанным началом вашего творческого пути сначала мы поговорим о технической стороне и обсудим каким песком мы должны рисовать и также какой песочный стол у нас должен присутствовать дома для нашего творчества дальше мы перейдем к практическому показу и я познакомлю вас с понятием песочные фоны и расскажу про два основных приема рисования в песочной анимации техническое обеспечение для песочной анимации каким должен быть песочный стол песочные столы я разделяю на две категории столы для детей и столы для взрослых песочные столы для детей бывают разных размеров в зависимости от возраста ребенка если вашей семье имеются совсем маленькие детки то вам больше подойдут столы из серии для малышей помимо основной функции рисования песком они еще комплектованы разными развивающими играми и очень удобны в эксплуатации песочные столы для детей старшего возраста имеют больший размер рабочей поверхности и отвечает тем же характеристикам что и песочные планшеты для самых маленьких и вторая категория песочные столы для взрослых если вы хотите приобрести именно профессиональный стол по песочной анимации то вы должны знать что данный стол должен быть удобен в транспортировке быть прочным иметь защитную крышку поскольку рабочая поверхность сделана из стекла также обращайте внимание на его вес и наличие колесиков для удобства передвижения самый оптимальный размер рабочей поверхности должен составлять 70 на 40 сантиметров и так где же можно достать песочные столы для рисования у вас есть три варианта решения данного вопроса первый вариант вы можете самостоятельно найти в интернете песочный стол почитать о нем все познакомиться с его характеристиками оформить заказ и через пару дней у вас в доме будет стоять песочный стол второй вариант вы можете сделать песочный стол самостоятельно если вы располагаете временем и рабочими ресурсами вы можете найти в интернете инструкцию и сделать песочный стол своими руками и третий вариант это компания Сандико. Компания Сандико производит абсолютно все для песочной анимации. Она производит как детские столы, так и взрослые столы. Также продает специальный песок для рисования, качественный сертифицированный материал, гарантия безопасности использования. Им невозможно пораниться. Также детским столам идут различные развивающие комплекты, что меня тоже очень сильно подкупает. Поэтому, дорогие мои, определяйтесь быстрее, думайте быстрее. Я вам рекомендую почитать, принять для себя правильное решение разновидности песка и его свойства. Вы знаете, мне очень часто задают вопрос, каким же песком нужно рисовать в песочной анимации. Честно, я вам скажу, что однозначного ответа у меня нет. Лично я рисую кварцевым песком. Он мягкий, он послушный. С помощью него получаются тонкие выразительные линии. И лично меня, как художника, он устраивает. Но также я знаю ряд других художников, которые рисуют и морским, и вулканическим, и речным песком. Поэтому каждый художник-профессионал, я говорю сейчас о них, решает для себя сам, каким песком ему рисовать. Напомню лишь о том, что виды песка достаточно разнообразны. Песок бывает морской, речной, кварцевый, карьерный, искусственный, вулканический. Конечно же, у каждого песка свой цвет и фракция. На что вы должны обращать внимание? Прежде всего, конечно же, на фракцию. Запомните самое главное. Чем меньше фракция песка, тем песочек будет мягче и послушнее. Поэтому, когда вы будете покупать песок, сразу задавайте продавцу первый вопрос. Какая фракция? Запомните эту фракцию. Еще она называется пылеватая. То есть, как будто пыль, но это уже не пыль, а самая-самая мелкая, самая первая фракция, которая очень подходит для рисования в песке. Где его можно достать? Вы можете пойти в зоомагазин. Там продается много видов песка. В принципе, вы можете купить песок для шиншиллы. И это будет тот же кварцевый песок. Он очень мягкий, он просеянный, он чистый. И я достаточно сама часто пользуюсь этим песком, и он меня вполне устраивает. Также я говорила вам до этого, что я заказываю песок у компании Sandica, которая также предоставляет мне эту продукцию. Запомните одну вещь. Никогда не покупайте песок в строительных магазинах, потому что он там не просеянный, он не промытый. Если вы купите, ваши руки будут грязные, вы будете дышать пылью. Поэтому я очень не рекомендую покупать песок в строительных магазинах. Электризация песка и способы его хранения. Возникает вопрос, в чем же хранить и как хранить песок, свой рабочий любимый материал. Вы можете хранить либо в пластиковом контейнере, либо в каком-то стеклянном сосуде. Самое главное, запомните, вы не должны ставить песок на солнце, потому что под ультрафиолетовыми лучами песок выгорает и теряет свою естественную красоту. Свет песка натуральный. Также по мере работы с песком, песок загрязняется, и от постоянного трения с нашей кожи рук, песок начинает себя, ну скажем так, плохо вести. Он становится непослушным, элементарно загрязняется. По моему личному опыту, я меняю песок, ну поскольку я работаю с ним ежедневно, много, по многу часов, я меняю его точно один раз в три месяца, поскольку он у меня уже становится грязным, и я это чувствую, мне это необходимо. Но опять же, вы для себя решите сами. Я думаю, со временем вы это будете чувствовать и видеть. Еще один интересный момент, когда вы очень много работаете с песком, он начинает электризоваться, то есть он начинает липнуть к стеклу за счет теплоты рук, энергии рук, поэтому как с этим бороться? Бороться очень просто. Вам нужно приобрести антистатик, который продается в любом галантерейном магазине. Пожалуйста, его приобретите, храните дома, и как только вы почувствуете, что при рисовании песочек у вас либо прилипает, либо оставляет следы, и когда вы его стираете, вы увидите, что он просто очень плохо стирается, сразу это сигнал к тому, что вам нужно нанести на поверхность антистатик, подождать пару минут, пока он высохнет, и, собственно, дальше будет все очень хорошо получаться. Учитывайте это и знайте об этом. Друзья, после того, как мы обсудили все технические приемы песочной анимации, мы наконец-то подошли к практической стороне урока, и я с радостью хочу вас поздравить и сказать «Ура!» Сейчас мы будем уже рисовать и первый раз знакомиться с песком и учить следующие темы.